Итальянский бейсджампер снял момент собственной смерти. Армин Шмидер транслировал свой роковой полет в Фейсбуке. В результате тысячи подписчиков в режиме реального времени стали свидетелями гибели спортсменов. Перед стартом он положил телефон к себе в карман. В итоге на записи сначала слышен шум ветра во время полета, а затем крик мужчины и само падение. Сегодня все летят со мной, но вы будете только слышать. Я кладу смартфон в карман. Три, два, один... Подписчики Армина Шмидера не сразу даже поняли, что случилось. Они писали ему, просили подать хоть какие-то признаки жизни. И только после того, как несколько минут картинка на видеотрансляции оставалась неизменной, вызвали спасателей. Тело погибшего бейсджампера обнаружили под горой. Почему даже профессиональные спортсмены не застрахованы от подобных трагедий, выяснимо у опытного парашютиста Романа Громова. Он уже с нами на связи. Роман, здравствуйте. Вот мне кажется, что бейсджампингом сейчас занимаются все, кому не лень. Но ведь нужна специальная подготовка для того, чтобы такие трюки делать, да? Нет, вы не совсем правы. На самом деле бейсджампингом занимаются очень немногие парашютисты. Потому что для того, чтобы начать даже только заниматься бейсджампингом, нужно совершить не менее 200 обычных прыжков с парашютом с самолета, купить специальное снаряжение и пройти специальное обучение. В общем, это не так просто. То есть нельзя просто пойти купить парашют и начать этим заниматься. Это нужно иметь определенную подготовку. То есть это сложнее, бейсджампинг сложнее, чем просто прыгнуть с парашютом? Да, конечно, это более сложный технический, более экстремальный вид спорта. Роман, ну вот ряд случаев, помимо нашего героя, о котором я только что рассказала, именно трагических случаев, были в горах. Там что, какие-то особенно сложные условия? Почему гибель бейсджамперов настолько часто происходит именно в горной местности? Во-первых, потому что и прыгают больше в горах. В городе все-таки немножко другой тип прыжков совершается. Больше прыгают в горах и может много что случиться. В принципе, это доворот купола, это какие-то там потоки воздуха непредсказуемые. Вот если рядом совсем со скалой лететь, это просто можно не рассчитать свои силы. Так что есть где-то не досмотреть. Если не соблюдать определенные правила и идти на какой-то риск осознанно, то рано или поздно можно просто где-то не досмотреть. Так в любом экстремальном виде спорта. Вопрос только в том, что бейсджампинг гораздо более экстремальный, чем большинство других видов спорта. И в них нужно предусмотреть очень много нюансов. И в условиях контролируемого стресса и дефицита времени нужно принять правильное решение. Не всем даже опытным спортсменам это удается. Скажите, а вы сами пробовали заниматься бейсджампингом? У меня очень мало бейсджампинга, потому что я могу не прыгать бейс. Я больше прыгаю в самолет, у меня 650 прыжков в самолет, а бейс у меня только 11-12 прыжков. И все они с низких объектов, то есть это либо с низких скал, либо с низких домов. И так, чтобы прыгать именно терминальные прыжки, бейс гарантия. Поделитесь личными впечатлениями, в чем отличие, почему люди идут на такой большой риск? Что вы испытали? Дело в том, что бейсджампинг это скорее не столько даже спорт, сколько психоделическая духовная практика. Когда ты остаешься наедине с самим собой во время прыжка, тебе нужно принять правильное решение. И это в первую очередь воздействует именно на психику, чем на физические умения. Скажите, не думаете ли вы, что может быть пора запретить заниматься бейсджампингом именно? Ну как это можно запретить, понимаете? Каждый сам выбирает приемлемый для себя уровень риска. И даже так вот цинично говоря, как ему умереть. Поэтому я с уважением отношусь к тем, кто выбрал именно такой способ, кто пытался к чему-то прийти благодаря своим занятиям, в том числе бейсджампингом. И в горах это запретить невозможно. Знаете, можно запретить это в городе, ввести штрафы какие-то в горах, каждый предоставлен сам себе. Ну да, там проконтролировать это, конечно, намного сложнее. Спасибо вам большое за ваше откровенное интервью. С лайфом на связи был российский парашютист-экстремал Роман Громов.